Собираемся на прогулку. Вот, Антон у нас сел, чтобы одеть ботинки. Он большой молодец. Коробка с жуков. Пойдем собирать жуков. Так, вот сейчас я вам покажу, что мы с собой взяли на прогулку. Мы взяли с собой ведерко, потом у нас есть такая вот, не знаю, ситечка, лопатка, чтобы просеивать всякое. Антон уже нашел какой-то желудь. И еще у нас тут такая баночка с лупой, куда если что-то положить, это увеличивается. Такая полезная вещь. Продается она на ebay. Я купила, одна такая стоит, по-моему, 3 или 4 фунта. Вот можно купить, собирать разные полезные и интересные вещи. А, еще я взяла фонарик, ну просто, чтобы интереснее было нам гулять. Это велосипедный фонарик нашего папы. Так, красный нам не нужен. Такой вот цвет, чтобы можно было вот так вот смотреть и рассматривать, что на земле мы можем найти. Может каких мы увидим муравьев, не знаю, тараканов, кого-нибудь еще. О, птичку. Мы услышали птичку. Антоша, птица. Вообще гулять с ребенком в лесу, если есть такая возможность, это потрясающе. Потому что, ну, я хочу еще сказать, что мы не смотрим мультики, например, то есть, ну, не делаем такие вещи, которые слишком стимулируют ребенка, поэтому ему, в принципе, и в лесу интересно. Вот. Вот. Птичку мы услышали, птичку. Ну хорошо, давай займемся поиском насекомых. Маме придется выключить камеру, немножко, немножко проинструктировать Антона. Вот наша первая находка, мы нашли какую-то сороконожку. Антон, свети фонарем. Свети, свети туда фонариком. Свети. Давай посмотрим. Ну, не вытаскивай, а вот так вот, да, посвети фонариком. В общем, мы нашли сороконожку. Наша первая. Но это не совсем насекомое, это ракообразное. Мне мама белок подскажет. В общем, какая разница. Мы нашли живую какую-то штуку. И вот мы ее с собой возьмем. Потом я вам еще покажу, что мы будем делать со всеми этими существами. Ну, мы не будем ничего плохого с ним делать. Антошка, давай не будем пальчиками такой пробовать. Давай оставим там. Давай. И еще пойдем искать. Давай еще пойдем искать. Ну вот, вчера мы набрали жуков с Антошкой. Ну, правда, у нас там совсем немножко. Но теперь мы их будем выпускать. Антон, открывай банку. Давай мама поможет тебе открыть. Смотри, где наши жуки? Кто там у нас? У нас там сороконожка, мокрица. Давай, Машка, смотрите. Ой, там кто-то ползает. Видишь? А давай сейчас, Антон, возьмем эту баночку и высыпем жуков в домик. Вот смотри, я положу домик так. Специальный домик для жуков. Стоит он всего 3 фунта. Ребята, 3 фунта. Клади туда дырочку. Просто сороконожка упала. В общем-то, жуки и всякие там разные насекомые должны сами найти свой путь. Это мы так просто набрали в лесу, чтобы тематическую нашу прогулку как-то организовать. Мы набрали в лесу некоторых насекомых. Ракообразных, вернее. Там у нас в основном мокрица. Ну а жуки придут сами в этот домик жить. Антон, жуки придут жить в этот домик. Вот. Не знаю, захотят ли те, которых мы с тобой собрали, тут жить, но могут прийти другие. Лучше всего поставить его в такое сырое место, где много листьев, каких-нибудь веточек. В общем, там, где насекомые обычно живут, там лучше всего и поставить этот домик для насекомых. Ну посмотрим, кто у нас придет туда жить. Посмотрим, Антон, да? Вот. Вот наш домик. Вот мы туда поселили. Поселили какого-то такого жучка, похожего на таракашку. Мама точно не знает, кто это такой. Мне кажется, это просто вид мокрицы какой-то такой. Много ног у нее, много сегментов. Посмотрим. Несколько дней пройдет, проверим, кто там у нас живет.